Солнце спинает на земле с небесной актурой, Возле на земле тепленье на снеге, Такую кожу за солнечный актурой, Такую кожу за небесной актурой, Вашим словам и ангелой, Ах, моногoyна, Holy Spirit, Мне на небесной актурой, Возле на земле общ stretch. Ах, моногом и ангелой, ПЕСНЯ 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 Потому что эти места будут порожние Молодь, просьба Садитесь на сцену Сядьте на сцену Підроски, сестры, братья, молодые Сзади есть места Сестры, я чекаю вас, сестры Будьте послушні Проходьте сюда на наше крило, сестры Біля братьев Тут дуже багато місця Будьте послушні Будьте послушні Будьте послушні Будьте послушні Брази и сестры Перш за все давайте скажем слава нашому Господу Господь даровав нам цю можливість і ми знову всього недільного дня перед лицем Господнім Тобто в домі молитви И в Слове Божьем написано Так написано в Слове Божьем Брата і сестры Я сьогодні вас закликаю і прошу Щоб кожен із вас Хто є сьогодні на цьому місці Ви серйозно думали над цим словом І пам'ятали коли ти йдеш в дім Господній То наблюдай за ногою твоєю І будь більше прилежний до слухання Аж ані до жертвоприношення Бо вони не думають що худотворять Я не буду розпространяться і вдаватися в подробиці Але ви розумієте це І тому я звертаюся до всіх і до молодших і до старших І до ті дочок і всіх хто є сьогодні Залишіть все Ваші телефони, ваші ігри Все те що сьогодні може ворог чим спокушувати нас А давайте ми сконцентруємося В нашому Господі Ісусі Христі Свій зір направимо на нього і до нього Щоб нам пережить це благословіння І його благодать Щоб на цьому місці збудувалася приємна жертва хвали Плід ус наших Прославляючи ім'я Господа нашого Ісуса Христа І Давид каже Хваліть Господа всі племена Прославляйте Його всі народи Бо зміцнилось Його милосердя над нами А правда Господня навіки Алілуя нашому Господі Зміцнилось Його милосердня В цей день до вас і до мене Багато не змогли б прийти на це місце Брата і сестри Ми звершали молитву за такі нужди Нема сьогодні серед нас Могли б хотіли бути з нами Але вони не можуть А ми сьогодні прилицемо нашого Господа Його милосердя зміцнилось І нам хочеться прославити такого Господа Брата і сестри Разом з тим благословимо наших дітей Які будуть йти в недільну школу Станем і помолимося Слава тобі Господь Хвала тобі наш Спаситель І наш Відкупитель Пастир і Учитель Благословенний ти і твоє ім'я благословенне Алілуя тобі Господь Алілуя тобі наш Спаситель Наш Відкупитель Пастир і Учитель Що є надією життя І всі народи І ми бажаємо прославити тебе Поклонитися тобі в душі та правді Бо ти один достойний слави Прибудь з нами Прибудь з нами в цьому служінні Благослови це служіння Господі Кожне серце благослови Всі хто прийшов на це місце Господь Не для того щоб зайняти місце На цьому місці І твоє слово одно вийшло в ухом А друге вийшло Але щоб воно зробило роботу Щоб збільшилися і умножилися Наша віра і уповання на тебе Святого Вічного Бога Від найменшої до найстаршого благослови Нехай вієння благодаті Святого Духа Буде на народі Твому Господь хай як я сказав Буде збудована сьогодні Приємна жертва хвали Бо ти один достойний І вся слава тобі належить Так Давид славив І закликає нас Що хваліте Господа Всі народи Всі племена Ти один достойний слави І на цьому місці Хай буде тільки слава тобі І твоє благословіння на кожному із нас Тобі хай буде слава На віки Господь Бо ти достойний слави Ми благословяємо діточок Які йдуть в недільну школу Благослови тих діточок Господь Розкри їхній розум Їхні серця Благослови вчителів А особливо прошухай Твій страх божественний Прибуде на тих місцях Де вони знаходяться Ми їх не бачимо Не знаємо І вони часто такі шаленні Але ти Господь любов'ю Твоїй торкнися Їхнього розуму І серця Тобі хай буде слава На віки Амінь Благослови Благослови Звук Шор Звук Тобі хай буде слава Субтитры подогнал «Симон» 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 Может быть, она была чуть-чуть больше, но Моисей поставил ее там, вдали, вдали от Стана, за Станом, для того, чтобы всякий ищущий Бога мог приходить туда и поклониться Богу. И сам Моисей это делал постоянно. И когда я прочитал это место, меня оно поразило простотой. Как-то очень просто Богу можно было поклоняться. Как-то очень, ну, может быть, не пышно, не очень так, ну, великолепие какое-то. Простая повадка. И там присутствовал Бог. И там было присутствие Божие. И всякий ищущий Бога мог приходить туда и поклоняться Богу. И как оно было настолько простым. И вместе с тем присутствие Бога там было. Да, прошло какое-то определенное время. И Бог показал эту скинию, которая уже была чем-то особенным. Где уже было много золота. Где уже были специальные шерсти и так далее, использованы для того, чтобы все это было построено. Бог показал, каким должно быть служение. Он рассказал за все эти жертвы, которые должны были приноситься. Он рассказал о том, каким священник должен быть. Как он должен скрупулезно и тщательно подходить к тому, чтобы быть готовым. Много-много деталей и требований поставил Бог к новой скинии, которая уже пришла потом. А здесь вот так просто. А вот здесь ничего нету из того, что Бог сказал потом. И я вот сравниваю две скини. Та, в которой великолепие уже какое-то определенное было. Да, храм потом еще великолепней стал. А вот здесь простой шатер. И тоже присутствие Бога. И вы знаете, наблюдая в Библии, на протяжении всей Библии, замечаю, что много раз Бог как бы говорил к народу своему, мне не нужны ваши жертвы. Мне не нужно ваше великолепие, ваши праздники, опротивление мне и так далее. Кажется, люди же делали все то, что Бог сказал им делать. И вдруг Бог говорит, нет, мне это не нравится. Какой-то парадокс. Как-то не совсем укладывается в голову. Бог, ты же сам сказал все это делать. И мы это делаем. Но на самом деле должно было быть сердце человека, присутствующим в этом служении. Что он от сердца должен был искать Бога. Это первое, и это главное, что должно быть в сердце человека. И потому Бог смотрел на Моисея, который поставил простой шатер и приходил туда. И он разговаривал с ним, и он любил его, и был откровенен с ним. Бог любил Авраама, который вообще ничего не имел, никаких мест поклонения. А вот только поставил где-то жертвенник, помолился перед Богом. И Бог любил его. Почему? Вера в сердце. Личные взаимоотношения с Богом. Это первое, это главнее. А потом уже все остальное. Может быть более тщательное, более скрупулезное служение Богу. Где Бог многие вещи требует. Да, оно имеет свое место, оно нужно, оно важно. Но первое и главное, мое личное отношение с Богом. Братья и сестры, сегодня мы с вами живем в современном мире. У нас нету, может быть, большого храма, нету, может быть, жертвоприношений, тысячи различных деталей. Но у нас свое есть служение. И оно правильное, и оно хорошее. И мы признаем его как хорошим и правильным. И мы приходим сюда, приходим в этот дом, чтобы поклониться Богу. И это все на своем месте. Но главное, братья и сестры, мое личное взаимоотношение с Богом. Простая палатка в углу, может быть, моего, моей комнаты, возле моей кровати. Встаю ли я там? Ищу ли я Бога? Пребываю ли я с Ним в близком взаимоотношении? Бог этого требует. Это главное, это первое. А потом уже собрание. А потом уже вот наше вместе общение какое-то. Каждый из нас лично, где мы находимся перед Богом. И пусть бы Бог помог нам, чтобы мы действительно налаживали это в сердце своем. Чтобы мы искали присутствие Божьего. И вы знаете, когда я читал за этот шатер, простой шатер, скиню собрание, которое назвал Моисей, в английских переводах некоторых говорится tent of meeting, палатка, ну, собрание или какой-то встречи, где народ мог встречаться с Богом. И вот Моисей заходит в этот шатер и произносит молитву перед Богом. Общаясь с ним, разговаривает с Богом и говорит ему о трех вещах, которые сильно желает его душа. Он что-то просит у Бога. И эта молитва, она была очень важной, она была очень необходимой и сильной для Моисея. Что же он просит? Какие три вещи просит Моисей у Бога, находясь в этом маленьком шатре, в этой маленькой палатке? Первое, что Моисей просит у Бога, он говорит о том, что открой мне путь свой. Это здесь же в 33 главе, в 13 стихе написано. Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Открой мне путь твой. Братья и сестры, как важно, чтобы мы с вами тоже молились, такую молитву, вот там, в уединении, находясь в близком общении с Богом, может быть, не в собрании большом, а там, когда я лично стою перед Богом, я и Бог. Господь, открой мне твой путь. По-другому, открой мне волю твою, чтобы я понимал, что ты хочешь от меня, как ты хочешь, чтобы я поступал. И Бог открывает нам. Он открывает нам через Библию, через Слово, много открывает, говорит и показывает свои пути. И мы должны исследовать этому пути. Бог открывает нам в духе нашем. Бог открывает нам через наши обстоятельства. Бог что-то показывает для нас, и мы должны принимать это в жизнь свою. У меня есть такой вопрос к вам, братья и сестры. Неправда. Это грех перед Богом или нет? Конечно. Всякая неправда написана, это грех. А полуправда. А правда, примешанная немножко с ложью. Это как, грех или это нормально? Вот мы должны для себя тоже понимать, что есть чистое, что есть нечистое. Бог открой нам, покажи нам, как я должен поступать, что я должен делать. Мы можем годами ходить в церковь, а в сердце своем у нас, может быть, 80% лжи, а 20% правды. И мы говорим, что мы правильно поступаем и себя спокойно чувствуем. Можно было бы приводить множество различных примеров, как это относится к нам. Но, Господи, открой свой путь, покажи мне, что я должен делать, как я должен поступать. Могу ли я делать то, или не могу ли я делать то? Вы знаете, я расскажу просто свою историю. Я понимаю, что все мы человеки, и я человек. И я ошибаюсь. И это мое маленькое исповедание перед вами. Я не стыжусь этого, потому что знаю, что Бог работает со мною. Был однажды момент в моей жизни, когда на работе я сказал полуправду своему начальнику. Я не сказал это с целью, чтобы правду возрастывал, а чтобы закрыть какой-то проступок, который получился. Я не сказал этого. Не сказал всей правды. Я закрыл себя, закрыл как бы свое поведение и так далее. И вы знаете, все прошло нормально, все успокоилось, все хорошо, никаких проблем нету. Все так же, все нормально, на работе прекрасно, хороший начальник и так далее. Но вы знаете, пришло наказание в жизнь мою. Наказание. И я потерпел это наказание. И когда я был наказан, я сильно возрадовался. Я понял, что Бог меня любит. В Писании так написано, кого люблю, того наказываю. И я говорю, Господи, спасибо Тебе, что Ты наказал меня. Я теперь могу понимать, что вот то, что я сделал, оно не угодно Тебе. И я не имею права дальше в жизни своей так поступать. И я попросил прощения перед Богом. Я несколько недель молился и просил, Боже, прости меня. И знаете, какая-то тягость была на душе. Тяжело было. Хоть Бог меня наказал, и я понял это, я молился, а все равно тягость была. Тяжело как-то было перед Богом. Но прошло примерно две недели, и я молился перед Богом. И я почувствовал, как благодать Божия вошла в мое сердце. Она проникла всего меня целиком, и полностью я понял, что Бог меня простил. Что Он больше не будет на меня строго смотреть. Что Он будет благословлять меня и дальше. Я получил, пережил прощение Божие. Я возрадовался еще больше. И вы знаете, прошло небольшое время, и Бог снова какую-то определенную ситуацию создает на той самой работе. Похожая ситуация. И я должен сказать что-то. И я знаю, что я не могу говорить полуправды для этого человека. Я должен ему сказать правду, что я был виноват, или я что-то сделал неправильно. И я уже знал, что я это должен делать. И я делал это смело, спокойно, с полным сердцем. Говорю, да, я это сделал. Но в глубине души, как-то за спиною своей, я ощущал самого Бога, который сам пребывает со мною. И Бог идет вместе с моей правдой, и что ничего не произойдет. Я это чувствовал. И действительно так и получилось. Абсолютно ничего не произошло. Бог просто сохранил и сберег, даже с моей ошибкой, даже с моим неправильным поступком. Но сказавши правду, Бог защитил меня и поставил свое благословение надо мною. И я еще больше радовался и говорил, Господь, какой ты прекрасный, и ты открываешь свой путь для меня, и я могу идти им. И я теперь знаю и могу понимать, что нельзя говорить полуправды. Нужно стараться говорить правду, нужно быть открытым. Да, в жизни будет, может, множество еще ситуаций, когда мы будем проверяемы на это. Но как важно, чтобы, когда стоит возможность сказать грех или полуправду, или полу неправды какой-то, нужно стараться сказать то, что есть правдивое, истинное, что перед Богом будет честно, а Бог защитит, а Бог благословит. Второй момент, который говорил Моисей перед Богом, я буду спешить, у меня нету очень много времени. Он просил его о том, чтобы Бог был с нами. Он говорит, Боже, если ты не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда. Иными словами, он говорит, Бог, будь с нами, пребывай вместе с нами, иди на нашей дороге. И вот, когда мы встаем в своей комнате, в потаенном месте, закрыв дверь за собою, мы можем говорить перед Богом, Боже, будь со мною, пожалуйста, будь со мною, не оставляй меня, веди меня своей дорогой, благослови меня. И третий момент, который Моисей говорит перед Богом, он говорит в 18 стихе, покажи мне славу Твою, покажи мне славу Твою. Братья и сестры, наша молодежь, наши подростки, да и мы с вами многие, мы хотим видеть славу Божью. Особенно для молодых людей очень важно увидеть действие руки Божьей, увидеть славу Божью в чем-то, в какой-то ситуации, в каком-то моменте. Им нужно видеть реального Бога, для того, чтобы они смело могли верить Ему и доверяться Ему. Я помню, моя жена много раз рассказывала об этом. Она говорит, я в молодости своей выросла в семье верующих родителей. Я все знала про Бога. Я была всегда в церкви, я была хорошей, примерно, сестрою. Я изучала Библию, я учила стихи наизусть и многое что знала. Но в сердце жажда была того, чтобы знать реального Бога, не просто, что Он есть, а чтобы видеть Его славу, Его действия. И эти моменты пришли в мою жизнь. Она вспомнила про своего отца, про моего тестя, который был в выступлении, который был больной, и Бог его мгновенно исцелил. Я, говорит, стала вспоминать эти моменты, и я видела реального Бога. Бог показал реальность в моей личной жизни, и тогда моя вера стала сильной. И я стала следовать за Богом не просто, что Он где-то написан в какой-то книге, хоть и святой, а что Он здесь сегодня реальный Бог. Ко мне подходили некоторые из молодежи и говорили те же самые вещи. Мы хотим знать реального Бога. Мы хотим видеть Его в наших повседневных делах. Братья и сестры, давайте молиться о том, чтобы Бог явил свою славу, чтобы Он показал свои действия, особенно в жизни наших детей. Может быть, для нас, старших, проще. Мы уже прошли какой-то жизненный опыт, уже где-то испытали присутствие Бога, и мы знаем, что Бог реальный. А вот дети, для них это важно. И важно нам всем молиться и говорить, Боже, яви свою славу и покажи свое присутствие. Я хочу вспомнить одну историю и буду заканчивать свое служение. Может быть, кто-то знает из вас таких, Ричард и Сара Михальские. И они пишут в одной книге своей, Сара описывает, как они ездили в бывший Советский Союз во времена гонений, возили Библии, проповедовали сколько могли. И вот она рассказывает, что когда она сама, одна, приехала в Варшаву, в Польшу, когда это еще была социалистическая страна под влиянием коммунизма, мы вышли из поезда, и вдруг подошли ко мне солдаты и сказали, что я должна пройти вместе с ними. Это уже был поздний вечер, они забрали меня, и мы прошли далеко по перрону, и уже никого из людей не осталось, осталась только я одна и этих три солдата. И они узнали, что я была верующая, и стали насмехаться надо мной, стали что-то говорить, и сказали, ты верующая? Да, я говорю, верующая, я знаю Господа. Теперь мы проверим, где твой Бог и какая ты верующая. И они позвали какого-то человека, и из вагончика вышел человек с большой собакой-овчаркой. И они ему сказали, что сделай то, что ты должен сделать. И тогда он выдал приказ для этой собаки, чтобы она побежала и схватила эту женщину. И она говорит, я знала, что этих собак специально выращивают в закрытом помещении, где они не видят солнечного света, где их бьют настолько, чтобы они были послушны каждому приказу, который ей дают. Эти собаки были выдрессированы на то, чтобы убивать человека, а не для того, чтобы просто подбежать и повилять хвостом. Я, говорит, знала, что ко мне приближается смерть. И я стала молиться, я стала просто, ну, сколько могла выпиять до Бога. И когда эта собака подбежала, она встала как вкопанная передо мною, и ничего не делала. Только смотрела, радостно как бы глазами своими сверкала, и ничего не делала. И этот хозяин в страшном бешенстве стал кричать, возьми ее, возьми ее взять, потому что это был приказ уже на убийство, а собака даже не шелохнулась, даже ничего не сделали. Они были в шоке, все эти солдаты смотрели, не понимали, что происходит. И в этот момент подходит офицер в какой-то особой красивой одежде, с какими-то особыми погонами подходит, и просто взял меня за руку и вывел оттуда, и так нежно с тобой разговаривал, и стал мне ободрять по Библии, стал мне говорить о Боге. Я не могла понять, что происходит. Он завел меня в ресторан, покормил меня, потом посадил в поезд, на следующий поезд, который я должна была ехать. И я так не могла понять, что происходит. И только потом, спустя время, я поняла, что это был ангел Божий, который меня вывел через все это. Да, это сложные моменты, тяжелые, в которые попадают иногда миссионеры или верующие люди, и Бог, бывает, являет свою славу для того, чтобы они увидели присутствие Божье. Но важно, чтобы мы тоже видели славу Божью, пусть в маленьких моментах, пусть в каких-то, может быть, поседневных делах, но чтобы Бог являл свою славу, и пусть наша молитва тоже будет об этом. Братья и сестры, давайте будем идти в простоте к нашему Богу, приходить в тот простой шатер, маленький, такой невзрачный, где мы можем молиться к Богу, и можем просить Его о том, чтобы Он открыл нам свой путь, чтобы просить Его о том, чтобы Он был с нами, и просить, чтобы Он явил свою славу. Иисус Навин, написано, почему-то не отходил от этой скинии. Он пребывал там, я не знаю почему. Или Он охранял эту скинию, или так Его сердце было прилеплено. Ну, пусть этот пример останется для нас с вами, чтобы и мы искали силу Божью, Его присутствие и Его благословение пребудет тогда с нами. Помолимся нашему Господу. Аминь. Господь, мы славим. Аллилуйя. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И наша молитва к Тебе, Господь, чтобы Ты всегда был с нами, Господь. Не отступай от нас никуда, Боже, но веди нас Своей рукою, Боже. Ибо если Ты будешь с нами, тогда будет благословена наша жизнь, наши семьи, наши дома, наши дети, Господь. Прибудь с нами, Иисус, мы молим Тебя. Открой нам свой путь, Господь. Покажи нам свою дорогу, свою волю открывай для нас, Господи, чтобы мы поступали так, как угодно Тебе, Господь. Как учит Твое Слово, как, Господи, важно, чтобы мы делали и поступали в жизни Своей, Боже. Открывай нам свою дорогу, свой путь, Господь. И даже если Ты проводишь нас через такие низины иногда, может быть, даже наказываясь, Господь, Ты нас любишь. Ты желаешь, чтобы мы были с Тобою в Царстве Твоем, Господи. А потому сегодня на земле принимаемся от руки Твоей, Боже. Лишь только просим, не наказывай в ярости своей, Господь. Не наказывай нас ярости, Боже, но с любовью Твоею, Господь, чтобы мы приняли этот урок и могли идти за Тобою, Господь. Мы никто не совершенный на этой земле, Боже, но знаем, что Ты совершенный, Господь. И Ты можешь соделывать Свою работу в жизни нашей. Пусть Твое совершенство приходит в наше сердце, в нашу жизнь. Благослови нас, Господь. Благослови нас, Иисус. Благослови. И пошли, Боже, свою славу для нас, Господи, чтобы мы видели Твою славу, Твои действия, Господь. Чтобы наши дети, Господь, увидели Твою руку, Господи. Увидели, какой Ты великий, какой Ты прекрасный. Как Ты действуешь, Боже. Благослови, Господь, пусть это будет дано для наших детей, для наших подростков, молодежи. Господь, чтобы они испытывали близость Твою и силу Твоего Святого Духа. Господи, как важно, чтобы мы искали Тебя в простоте, чтобы мы имели близкие взаимоотношения с Тобою, Господь, чтобы, Боже, там, может быть, в тиши своей комнаты, Боже, каждый из нас преклонялся пред Тобою и пытался найти лица Твоего, Господи, чтобы испытать близость Твою и силу Твоего присутствия, Господь. Благослови нас, Отец, благослови нас, как Церковь, весь народ Твой, Иисус. Мы молим Тебя, благослови. Благослови. Хвала Тебя, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя Тебе, Иисус. Прибудь с нами, Божий, дальше в этом служении, Господь. Благослови Слово, которое готовили братья. Пусть оно будет приправлено солью Твоей благодати. Прибудь с нами, Тебе за все да будет слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сын и Дух Святой. Пусть оно будет приправлено солью Твоей благодати. 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 Твоей благодати. Пусть оно будет приправлено солью Твоей благодати. Пусть оно будет приправлено солью Твоей благодати. Пусть оно будет приправлено солью Твоей благодати. И вот я думаю, что сюда народ пришел не без Библии и не без Ивангелия. Поэтому все, кто шукает Слово Боже, то имеет Слово Божие. Открываем Слово Божие. Послание Кремлянам, первая глава. Я прочитаю седьмого стежка и ниже. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца, нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего благодарю Бога моего, что через Иисуса Христа, что за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно воспоминание о вас в молитвах моих. Это не мои слова. Я прочитал эти слова из Библии. Но и возлюбленные, те слова из Библии, прочитанные мною, они были прочитаны и говорены и написаны в Святом Писании. И они говорят сегодня до меня, говорят до вас, говорят до молодых, до взрослых, до старших, до всех присутствующих на месте сьему. Благодать и мир вам! О, если бы это благодать и мир обладели нашими сердцами сегодня! Возлюбленные, я дивлюсь на ваши лица, и мне они такие приятные, что слезы залили мое сердце. Думаю, Боже мой, это люди, которых Библия каже, да едят смиренные и насыщаются, да оживут сердца ваши на веки. О, дай Бог, чтобы сердца наши ожили, для славы Бога нашего, чтобы наши уха были открыты, чтобы наш разум был открыт, чтобы мы могли слухать и понимать, что мы слухаем, что мы читаем и о чем говорим. Поэтому, идем дальше. Послание к евреям, также первая глава, читаю первый стих, говорит апостол Павел так. Бог многократно и многообразно, говорящий из древле, отцом в пророках. Последние дни эти говорить нам в Сині, которого поставил и наследником всего, через которого и веки сотворил. Бог многократно и многообразно, говорящий из древле, отцом в пророках. И если многократно, говорит Бог, и сегодня, дорогие мои, и говорит до меня, и говорит до тебя, брате, и говорит до пророка, и говорит до пастыря, и говорит до проповедника. Но, дайте внимательно, возлюбленные, Бог многократно и многообразно. Если многообразно, то сколько сегодня людей жалуются, почему судьба моя такова? Почему лишь меня достигло такое горе? Почему я таки, возлюбленные, дорогие мои люди, жалуются об этом? А Слово Божие, каже, Бог многократно и многообразно, говорящий из древле, отцом в пророках. И вот представьте себе, Бог говорит до пророка, который жалуется, Богу жалуется пророк и говорит, почему я должен спорить со всеми людьми? Он говорит то, что Бог сказал ему, а Бог обращается к нему и говорит, что если ты сничтожного зрячешь для оцинного, то будешь, как мои уста. То что Господь ему пророков и требует обращаться? Дальше Господь говорит до пророка, помните, который ишел проклинать израильского народа? Бог говорит до него через ослицу. И вот представьте себе человеческий рассудок, а Божия милость, а Божия любовь, а Божие чувства, которые говорят, у вас должны быть те же чувствования, как и его Христы Иисус. Иисус прийшла в тесное положение ослица и не гла под ним, а он стал бить палкою. То когда Господь открыв уста ослицы и говорит ему, пророку, который говорил до народа израильского, «Не твоя ли я, ослица, которая ходила, на которую ты ездил? Бывали такие случаи, чтобы я не слушала тебя?» А он говорит, если Бог был у меня меч, я бы тебя теперь убил. А Бог открывает ему глаза, а спереду ослицу стоит ангел. Вот другий мой, как Бог говорит до человека? Бог сегодня говорит, брат мой, до тебя. Потому что ты вопиешь до Бога. А Бог говорит нам разным образом, много красного и многообразного. Дорогие мои, если многообразно, то давайте помислим и теперь над тою душою, какая вопиет. Почему именно у меня ты забрал мужа? Почему у меня, Господи, ты забрал жену? Прошло всего, возлюбленное, полтора года, как брат, который вы слышали, он теперь упокоился, Юра дома, он был у меня, и мы были присутствием на похоронах моей помощницы. С тех пор, как Бог узал мою жену, я молюсь Богу и говорю, Боже, я дякую тебе, что ты дал мне теперь такие времена, чтобы я не роптал на тебя, потому что в том вода твоя. Сегодня многие люди готовы роптал на тебя, почему, почему, Боже, ты так сделал со мной? Бог многократно и многообразно говоривший издревле в пророках. Возлюбленное, если Бог многократно и многообразно говорит, то для нас тоже слово сказано, помните, у псалмии? Не будь я конь, я клошак несмисленный, которому уздою и удалами надобно обуздавати рот. Вы можете представить себе, конь мог бы пойти за хозяином, если бы не уздав рот и боли в него. Він бы ишел куда хочет, но как уздав, то он иду туда, куда Хадайн хочет. А Бог сравнив для нас такие примеры и говорит, не будь таковый. Сегодня верующих людей, возлюбленные, как никогда жажда и нужда для того, чтобы Бог вразумлял нас. Бо в Слове Божьем сказано, что народ без откровения не обузданный. Но жить этими откровениями, дорогие мои, которые были 20-40 лет тому назад, это нас не утешает. Бо мы живем теперь в такие времена, дорогие мои, что настолько век стал мудрый, что нам, старым людям, уже удивляться треба. Почему? Но Бог говорит и до тех людей, которые сегодня мудрые. Молодежи, которые говорят старым людям, что вы уже отжили, возлюбленные. А для них Господь говорит теперь, чем юноша может исправить путь свой? Что было сказано ангелу филадельфийской церкви? Не сказано было, что ты не маешь пророчеств. У тебя мали слабые проповедники. У тебя нема такой славной речи, как у других. Ты сохранил Слово Моя. И я сохраню тебя от годин и искушения. Что для нас сегодня нужно возлюбленное? Мы живем на кануне, когда на плечах наших, на очах наших, сбывается Слово Божие. Люди приходят в страх. Люди томлянцы, люди думают, Господи, что будет? И есть о чем думать, дорогие мои. Но Слово Божие, оно сильное, оно проникает, апостол Павел каже, до разделения души и духа, состава и мозга. И судить намерения и помышления сердечные. Дорогие мои, если так, то сегодня Бог говорит до молодежи, чем очистить юноша путь свой. Но сегодня, братья мои и сестры, молодежь, может говорить, что вы уже отжили. Мы живем в такой веке, так точно. Я вам скажу, дорогие мои, так и есть. Я когда прилетал сюда и с сыном моим до вас, вы знаете причину, мы пришли, чтобы отдать последнюю почесть нашему покойному брату. То я удивился, думаю себе, Боже мой, и там я не понимал, и то я не понимал, и тот компьютер не понимал, что, как бы я пошел. Возлюбленные. Но Бог говорит сегодня до тех, которые компьютер свой или телевизор свой или айпад свой поставили выше Слово Божие. И до них Бог говорит сегодня, что занимать у тебя больше времени, чтобы ты откликся от Слова Божего, то Бог говорит до тебя. Идем дальше. Еще псалом. Псалмопевец говорит у Псалмии 28. Извиняюсь, 30-й псалом, 20-й стих. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебе и которые приготовил уповающим на тебя. Вот что нас утешает. Как много благ у нашего Господа, которые он приготовил для меня и для вас. И для всех тех, которых Бог еще призове. И для всех тех, которые уповают на него. Дорогие мои. Потому что мы не сироты. Мы не каликов. Мы народ избранный. Помните? Царственное священство. Народ святый. Люди взятые в дело. И если люди взятые в дело. Дорогие мои. То где я делатели? Где делатели ты, которые бы переживали застроение Божие. Которые бы разумели, как Давид. Он разумел. И говорит, как много благ у тебя, Боже. Но был случай такой, что оболстил Сатана и Давида. И тогда он говорит, Боже, да не соблазняться у меня, слушающие имя Твое, вникающие у Слово Твое, да не соблазняться у меня. Как сегодня интересно бы, чтобы в нашему жизни не соблазнялись окружающие люди. Чтобы мы, возлюбленные, были святом, как просил нас Господь. Вы свят мира. Вы свят мира. И если свят, то какой свят? А если же тьма, то какого тьма? Чтобы не задерживать вашего внимания. Дорогие мои, то обратим внимание на Слово, которое утешает нас. Если Бог сказал ангелу Филадельфийской церкви, что ты сохранил Слово Мое, и я сохраню тебя от годины искушения, то Слово Божие сегодня нужно сохранять меня, тоби, брати, тоби, сестры, тоби, юноши, и детицкам нашим, и всем нашим, возлюбленные, и учителям нашим, и просвятерам нашим, и пастырам нашим. Почему, возлюбленные? Чтобы Слово Божие было живо в наших сердцах, а мы ожили по Слову Божьему, и сбились над нами слова, как псалмопевец спевал. Да идят смиренные и насыщаются, и да оживут сердца ваши навеки, да оживут ваши сердца и мои вместе с вами, и да прославится тот Бог, которого вы сегодня пришли прославить. Давайте вместе сосредоточим наш разум, наши мысли, как Бог сказал, возлюбим Господа Бога твоего всем помышлением твоим, всею крепостью твоей, и всем разумением твоим. Возлюбленные, кто из нас не понимает, что, как служить Господу? Кто из нас не понимает, как посещать собрание? Кто из нас не понимает, дорогие мои? Но давайте мы будем обращать внимание на Слово Божие. Бог говорит многократно и многообразно. И если возлюбленный Бог допустил до нашего жизни какие-то скорби в жизни нашему, то давайте, возлюбленные, будем вирны Богу нашему. Знаете, чему? Представьте себе, что такое положение постигло в свое время. И Мойсия, Божего человека, который скорбил перед Богом, так говорит, Боже, что я их родил, что я их носил в отроби моих, что они на меня рубшут, и еще немного так каминем побьют меня. А Бог говорит, собери мне 70 старичин, и я покажу тебе, я возьму Духа Твого и возложу на них, и они поможут тебе нести бремя. Я говорю коротко своими словами, а вы понимаете, что я говорю из Слова Божьего. Мойсей так призвал, так указал, а в то время находились люди там, два Елдат и Модат, которые не были там. И когда созданы не были, то Бог Духом Святым коснулся их, каже, я возьму от Твого Духа, и они начали пророчествовать. А когда начали пророчествовать, то Елдат и Модат не было их там. Но Бог такий добрый, что и Елдат и Модат стали пророчествовать. Люди кажут, из Бога юноша пришел, Мойсей, Господин запрети, Иисус Навин, помощник Мойсия, запрети им. А Мойсей что сказал? Запретил. Кажет, о, если бы все пророковали, когда бы Дух Божий сходил на них, не ревнуешь ли ты за меня? А вы можете представить, что это достигло и любимого ученика, и Иоанна, и Якова. Господи, мы нашли человека, который не ходит за нами. А именем то имя звонят Бису, а запретили ему. Запретил Христос? Нет. Кажет, не запрещайте, бо никто, сотворивши чудо именем моим, не может скоро злословить меня. Але упрекнул их та каже, не знаете вы, какого ви духа. О, дай Бог нам сьогодні зрозуміти слова, что апостол Павел писал до Ефесской церкви. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Дай Бог нам познавайте, что есть воля Божия. А воля Божия в Слове Божьем написано для нас благая, угодная и совершенная. И еще, каже воля Божия, освящение наше. И если освящение наше, дорогие мои, то где наше освящение? Где наше смирение? Где наше то переживание за дело Божие, о котором Бог просит и хочет видеть нас? Бог, который привер вас на свое собрание, да благословить вас, да благословить ваших жен, ваших детей, ваших внуков, ваших правокнуков, и да даст вам бровольное пожертвование. И, ну, я думаю, спів, вы, хористы, маете загальний псалом, чи хоровый псалом? Не має значения. И после спива хора наши гости есть у нас, у нас есть гости. Мне хочется заспевать псалом и рассказать вирш. Хай Бог благословить. Будь ласка. Честь Тебе, Спаситель, Мой, Господь, Парк, Честь Тебе, Спаситель, Мой, Господь, Слава Тебе, что грешников жалким несчастным, а в кипель и вечность спаси. Решился Ты славу оставить, чтоб крест и мученья неси. О, бездна любви ей обятай, ее ум людской не поймет. педею душа заполкая, лишь слезы умыны. слава Тебе, педра новоподвига в мире, тому, что Иисус совершит, дойдет весь до края вселенной, как Бог этот мир возлюбил. И грешникам весь там повсюду, и грешникам весь там повсюду, луч жизни небесной несет. В ней силу душа обретает, и в ней слава Бог разберет, и в ней слава Бог разберет. за то, что за нас есть слава Бог. От смерти и от твоей славы и вечную жизнь даромай. И век на себе все желаем, И век на себе все желаем, И век на себе все желаем, Господь твою волю творит. И век на себе все желаем, И век на себе все желаем, И век на себе все желаем, Слава тебе, Иисус, Он вечный наш! Слава Богу! Слава Богу! В далекой-вдалекой восточной стране, Название которой и не повторишь, Родился однажды чудесный малыш. Какой же он милый малыш Вартимей, За маму цепляется ручкой своей, Румяные щечки, густые ресницы, Ну разве не чудо любой восхитится? Но был недостаток один у него, Он глазками видит, не мог ничего, Ни папыных рук, что его обнимали, Ни мамыных глаз, что так ярко сияли, Ни скал высоченных, ни маленьких птиц, Ни добрых, упрямых, рассерженных лиц, Ни крохотных уточек возле пруда, Не видел с рождения он никогда. Он спрашивал маму, а небо какое, А как вырастают листочки весною, А небо как море, а море как воздух, Каким бы ты цветом раскрасила звезды, И все же непонятно, как выглядит ветер, И что это значит, что ветер бессветен, Какой он закат и какой он рассвет, Цвет можно потрогать, наверное, нет. Шло время, и малыш Вартимей подрастал, Чем больше он рез, тем сильнее страдал. Так дни пролетели, летели недели, Родители юноши быстро старели, Да сами они были очень бедны, И сыну помочь не всегда уж могли. Работать, как все, он, конечно, не мог, Он просто садился у разных дорог, И целые дни проводил в ожидании, Что кто-то из жалости даст подаяние. И люди давали, но только так мало, Что даже на пищи ему не хватало, И страшно представить, чтоб с ним приключилось. Если бы однажды все не изменилось, Сидел у дороги в тот день Вартимей, Вдруг слышит он шум, разговоры людей, Куда и откуда весь этот народ Ему говорят, за Иисусом идет, Идет за Иисусом, слепой подскочил, Тем самым, что столько чудес сотворил, За тем, которому всех исцелял, За тем, что не слышащим слух возвращал, За тем, которому пели немые, Которому лихо плясали хромые, И если, конечно, мне правду сказали, Пред ним даже мертвые снова оживали. Ему говорят, за тем, но к нему Тебя не пробраться сквозь эту толпу, Слепой оживился, а я проберусь, Спаситель кричит он, Христос Иисус. Толпа загудела, эй ты, не кричи, Не рви свой ты голос, слепой замолчи, Уймись ты, Спасителю, не до тебя, Но он все сильнее, помилуй меня. Ему говорят, успокойся ты тише, Но он все свое, он как будто не слышит, И вдруг из толпы раздаются слова, Вставай же, не бойся, зовет он тебя. Он скинул свой плащ, и вскочил побежал, И вмиг он у ног Иисуса стоял, Коленки дрожат, да и ручки трасутся, А сзади толпы голоса раздаются, Смотрите, смотрите, неужто он сможет, Хромых исцелял и слепому поможет, Но он их не слышит, он занят другим, Он репко стоит пред Иисусом самым, Волнение кругом идет голова, Друг слышит, чего хочешь ты от меня. Не видя Иисуса, слепой отвечает, Господь мой учитель, я видеть желаю, А если бы это увидели вы, А слез удержаться вы вряд ли смогли. Великий Иисус и слепой Вартимей, Поверившись в чудо всей силой своей, Всю жизнь будет помнить он голос Христа, Иди, твоя вера спасла уж тебя. И в эту секунду, да в то же мгновение, Больному слепому вернулось зрение, И к синему небу, поднявши глаза, Он вдруг увидал над собой небеса, И небо, и воздух, а где-то вдали, Лазурное море, на нем корабли. Он жадно смотрел на траву, на цветы и траву, И лица людей изучал на худу, Он прыгал к счастью, он плакал и пел, Он жадно смотрел и смотрел и смотрел, И все повторял он, как будто во сне. О, Господи Боже, спасибо тебе! И вот ночь наступила, все сплят уже давно, Боже, спасибо тебе! Ты и я, Боже, Ты и я, Ты и я, Боже, Ты и я, Ты мое спасение, и Ты моя мечта, Без тебя никого не пойму никогда, Не пойму никого, Не саму же себя, Если доброго есть, Очень много во мне. Это все от тебя, Это ты, а не я, Это все от тебя, Это ты, а не я, Ты и я, Боже, Ты и я, Ты мое спасение, и Ты моя мечта, Ты и я, Боже, Ты и я, Ты мое спасение, и Ты моя мечта, Я желание свое открываю тебе, Я хочу так любить, Я хочу так любить, Чтоб тебе угодить, И что все, что мое, Стало только твое, Я хочу так прожить, Чтоб тебе угодить, Я хочу так прожить, Чтоб тебе угодить, Ты и я, Боже, ты и я, Ты и я, Боже, ты и я, Ты мое спасение, и Ты моя мечта, Ты законы свои, Ты законы свои, Сам во мне начертай, Свою силу и слей, И в борьбе укрепляй, Отражайся во мне, Отражайся во мне, Как ты в чистых водах, Дай с тобою пройти, По твоих же следам, Дай с тобою пройти, По твоих же следам, Ты и я, Боже, ты и я, Ты мое спасение, И ты моя мечта, Ты и я, Боже, ты и я, Ты мое спасение, и ты моя мечта, Боже, ты и я. Боже, вы отсюда. Боже, ты и я, Боже, ты мое спасение. Продолжение следует... По преданию отцов человек охранял на скрижалях Твое откровение. Год за годом его ветер в пыль превращал, Чтоб забыла о Боге творенье. Но и букву закона Господь подарил, Благодать ей никто не разрушит. Те, кто искренне Богу всем сердцем служил, Не на камне писали, а в душе. На скрижалях сердца напиши, Молоковью ртя моей души, Что выполнил о любви твоей, Вспоминая рады от глазей. Боже мой, сотвори веру твердой кроками, Что бы жизнью твоей на тебе рассказать, Мною прави внутри и душой, и руками, Что бы нужный момент все, что есть Бог дать. На скрижалях сердца напиши, Молоковью для моей души, Что бы помнил о любви твоей, Вспоминая рады от глазей. Никакая беда почерпой не сотрёт, «Даже если гоненье умерется, Воду жизни душа и пустыни найдём, И любовью твоей он напьётся, Насвежая сердца, напиши Алой кровью для моей души Чтобы помнил о любви твоей Вспоминая раны от глазей Насвежая сердца, напиши Алой кровью для моей души Чтобы помнил о любви твоей Вспоминая раны от глазей Субтитры создавал DimaTorzok Слава Богу, церковь дорогая! Я делаю исключение сегодня Следующего содержания Если у вас есть Библии, можете их не открывать Я не снижаю авторитет Слова Божьего Это единственный случай, где я позволяю Я позволяю себе сделать такое объявление Знаете почему? Потому что текст, который я буду читать Вы знаете Можно смело сказать, неужели все в этой церкви Могут знать без исключения Точно, без ошибок Какой-то текст из Библии Не может быть Нет, братья и сестры, может быть Даже мои внуки, которых здесь нет Они тоже его знают Итак, я читаю Глава 6 от Матвея 9 стих и ниже Молитесь же так Отче наш, сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как на небе Хлеб наш насущный Дай нам на сей день Мы иногда говорим на каждый день И тоже ошибки в этом нет Другой евангелист так пишет И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И так далее, братья и сестры Вы можете уже в мыслях завершить молитву Отче наш Но я останавливаюсь на этом стихе И прости нам долги наши Ибо мы сегодня будем с вами рассуждать о прощении И этот аспект освящен в этой каждодневной молитве Образец молитвы Мне нравится эта глава очень сильно Потому что Христос в этой главе преподносит много учения Учения о милостыне Учения о прощении и так далее И такой подход к каждому учению нельзя исказить Потому что настолько это правильно, братья и сестры Настолько это правильно Не трубите перед собою Когда делаете хорошее Пусть правая рука не знает, что делает левая Не делайте, как те, которые молятся на углах улиц Их прославляют люди И нет в этом греха, говорит Христос Но проблема есть И вот какая Они уже получают награду А нужно, чтобы награда была от Бога, а не от людей А в учении о молитве он нам дает образец Который охватывает практически несколькими стихами Все, что нужно нам говорить И о чем нам беспокоиться Но вернемся к тому, о чем мы говорили И прости нам долги наши Ибо и мы прощаем должникам нашим Братья и сестры Кто прощает грехи? Кто может мне помочь? Брат Иван? Брат Саша? Брат Виктор? Кто прощает грехи? Господь! Не сомневайтесь в этом Христос сказал Ибо мне дана власть Прощать грехи с нам человеческим Не понравилось это людям? Очень не понравилось некоторым из них Кто он такой? Что такой властью располагает? Прощать грехи? Ну, надо, чтобы грешники к нам В храм Одеты в специальные ризы Приходили Поклонялись И говорили о своем грехе А мы рассудим И подумаем Как с ним поступить С тем или с другим грешником Правда? Оказывается, люди прощают грехи И я хочу, чтобы вы это запомнили Церковь Я и вы не прощаем грехи Никому Грехи прощает только Христос Прощает Бог Такая власть Не распространяется больше ни на кого Ни на президента Хотя Они Прощают большие преступления И бывают юбилеи Когда Президент Отменяет Даже смертную казнь Некоторым людям Только он один может это сделать Его роспись и его рука Но если это подлинное прощение Церковь Если даже смертник выйдет Из смертной камеры на свободу Тяжело сказать На самом деле Прощен ли ему грех И его тяжелое преступление Нужно, чтобы такой указ Издал Христос И подписал своим перстом И закрепил своей кровью И такой грех будет прощен Будет прощен Будет прощен окончательно Братья и сестры Тогда скажите, почему В молитве Отче наш К нам Обращается Слово Божье И преподносится Учение о прощении И прости нам долги наши И следующий абзац Ибо и мы Прощаем должникам нашим Получается, что Как бы я и вы прощаем И даже в другом месте написано Что Не будет нам прощения Так и Отец ваш Небесный Поступит с вами Если вы Если ты, брат Ваня Не простишь Кому? Отдельной личности? К каждому Просящему у тебя прощения И еще даже сказано От всего сердца Братья и сестры Мы говорим сегодня Об очень серьезном обстоятельстве Которое влияет на спасение Знаете, я слушал проповедь Как однажды Проповедник говорил, что Кто наследует Царствие Божье? Кто наследует Царствие Божье? И был простой ответ Всякий, исполняющий волю Отца Моего Небесного И вот перед этим Всем сказано Не всякий, говорящий мне Господи, Господи Наследует Царствие Божье И я думал на эту тему Много и я дал себе ответ Из Слова Божьего Про изношение Имени Господа Не дает гарантию На наследие Царствие Божье И Христос после пояснения Сделает следующее И скажет Многие из вас Придут ко дверям Царствия Божьего И обнаружат Что для них Есть запрет на вход И будут возражения Следующего порядка Они скажут Как так? Мы именем Твоим, Господи Именем Твоим Бесов изгоняли Чудеса творили Пророчествовали Как это так Мы не можем войти В это Царствие Божье Мы столько раз С Тобою Хвалились Говорили о Тебе Произносили Твое имя А Христос Им скажет Не знаю вас Братья и сестры Вот ответ Исполняющий волю Отца Моего Небесного Если сегодня люди Мы даже дорогой ехали И говорили О человеке Не называя его имени Что он И руки возлагает И растолковывает Пророчества И делает иные знамения И хорошо Я просто употребляю Этот случай Для того О чем мы сейчас говорим Может быть он будет спасен Дай Бог Но вот много таких людей Которые считают Что они Совершают Супер дела Исцеляют Пророчествуют Но проблема в чем Братья и сестры Всякие Исполняющие волю Отца Моего Небесного Отсутствуют у них Других учат Другим говорят Демонстрируют способности А волю Отца Небесного Сами не исполняют Нет страха Другая жизнь Подпольная И тому подобное Есть вещи Которые нужно Правильно разуметь Братья и сестры Потому что Слово Божье Это есть Великая тайна Великая тайна Христос говорит Что Продайте ваше имение Раздайте нищим И будете иметь Жизнь вечную Правда? Верное слово Получается Что нищий Дает мне Жизнь вечную Потому что Я продал Своё имение Я дал ему И от этого Достоин получить Жизнь вечную Как будто Нищий играет В этом роль Какой абсурд Братья и сестры Нужны дела Нужны обстоятельства По которым Бог Дает мне Соответствующую Оценку И право На то или другое Слово Божье Его нужно понимать Правильно и верно Возвращаемся К тому С чего начали Братья и сестры Мы не прощаем Грехи И я не прощаю Грехи Но принимать Но слышать И отвечать И демонстрировать Готовность Прощения Любому человеку Каждый из нас Непременно Должен иметь Готовность У Бога Есть условия Мы его должны Исполнить Иначе Мы не можем Иметь спасение Итак Если Бог Прощает Грехи И Слово Божье Говорит Что есть Кровь Которая Снимает Всякий Грех То многие Считают Что Бог Или Сын Божий Воссоздал Некоторый Огромный Механизм Машину И оставил Здесь на земле Машине Это название Уничтожение Греха Прощение Грехов И как только Я сделал Грех Ровно через Одну секунду Мой грех Притягивается В этот Прекрасный Автомат Или робот И уничтожается Прощением Это хорошее Правило Братья и сестры Можно бесконечно Грешить И не иметь Никакого страха Потому что Я согрешил И приходит Сто процентное Прощение Ровно через Секунду И можно Снова Бесконечно Грешить Верно это будет? Я не учу вас Этому Нет Братья и сестры Это есть учение Которое нужно Хорошо Понять И исполнять В своей жизни Итак Христос Нас просит Прощать Слово Божье Нас Обязует Прощать Братья и сестры Оно Ясно говорит И если Не будете Прощать Людям Согрешения Их И отец Ваш Не простит Вам Согрешений Ваших Простое Простое Ибо И мы Прощаем Церковь Не может Бог Простить Нам Тогда Когда Мы Не Прощаем И правило Это Таково Прощай И будешь Прощен И мне Прощай И будешь Прощен Не Прощаешь Не Будешь Прощен И люди Очень Часто Не дают Себе Ответ На Этот Вопрос Когда Человек Находится В позиции Прощащего Прощения То Его Очень Удовлетворяет Это Небесное Правило Ты Должен Простить Ты Должен Подарить Сто Процентное Прощение Слышите Сто Процентное Прощение Не Частичное Прощение И пока Я грешник И прошу Прощения У кого-то Мне нравится Это И я даже Могу Манипулировать Этим Ты обязан Мне простить Так Учит Слово Божье И это Верно Слово Божье Учит Так Но Когда Братья И сестры Я Нахожусь В позиции Не Грешника Просящего Прощения А того Кто должен Простить То Наблюдается Уже Совсем Другие Обстоятельства И действия Я могу Поставить Себя В позицию Человека Стоящего На высоте Имеющего Власть И я могу Сказать Такому Человеку Совершенно Другое Подумаю Как с тобой Поступить Рассужу Над этим Повременю С этим Действием На какое-то Время Я могу Сказать ему Прощаю Тебе Но Прощаю Условиях Отныне Ты лишаешься Таких-то Прав И называет Эти пункты По которым Ущемляется Человек Сделавший Ошибку Мы можем Сказать Прощаем Но ты должен Сидеть На последней Скамейке В церкви Чтобы все Видели Что ты Согрешил И прочее И прочее Другое Братья и сестры И меня Это поражает И весьма Удивляет Потому что Я знаком С человеком И вы знакомы С тем человеком Который был Самый Большой Грешник На тот момент Это был Злодей И я всегда Говорю об этом Человеке Как о самом Счастливом Человеке Которому Супер Повезло Потому что Ему Кто делал Зло Разного Содержания Долгое Время Повезло Что в последнюю Минуту жизни Он Получает Прощение И Христос Ему Братья и сестры Как злодею Который Как будто Кается Уже От того Что некуда Деться Перед самою Смертью Дарит Вдруг Прощение Давайте подумаем Над эту Темой Немножко Христос Ему Подарил Прощение Никто не может Это опровергнуть Христос Сказал ему Будешь со Мною В раю Прощет Я думаю Сейчас Братья и сестры Не мог ли Христос Ему Сказать То же самое Но с Вот этим Маленьким Изменением Которые Часто Практикуют Христиане Сказать Я Я Я Прощаю И так будешь время от времени и со мною, и там, потому что это то, что ты заслуживаешь. Вижу улыбку на лице. Не подходит, правда, братья и сестры? Не похоже на то, что Христос мог такое произнести, половинчатое прощение. Либо он сказал ему, что ты прощен, но так как твой грех тяжел и покаяние позднее, ты будешь находиться не в аду и не в раю, а где-то в усредненном пространстве, где будешь видеть и то, и другое. И когда будешь смотреть, как торжествуют люди в раю, ты будешь крепко хотеть там быть с ними, от этого будешь страдать. И страдание твое ты сможешь снять только тем, когда посмотришь в ад и увидишь муки ада, ты сразу скажешь, о, как хорошо, что я не там. И даже если не там, то здесь относительно неплохо. Тоже не подходит, правда? Церковь. У Бога, у Сына Божьего есть прощение, стопроцентное прощение или непрощение. Другого варианта нет. Прощен или непрощен. И мы должны с вами это понять. Неважно, кто мы есть, родовые или служители. Мы должны прощать. И если мы прощаем, то мы практически забыли, полностью изгладили, как будто никогда ничего плохого этот человек не сделал против нас. Так Христос делает. Он прощает, братья и сёстры, окончательно и бесконечно. И нет другого варианта у него. Никогда твой грех я больше не воспомяну. Вы думаете, что когда проповедники говорят, что Христос прощает, как компьютер стирает? Так, стёр, отнёс его кукис, как там говорят, и больше никогда нельзя найти его в этом компьютере. Нет, мои дорогие. У Бога нет болезни Алсаймерс, так говорят по-английски. Когда стирается с памяти всё и ничего не помнишь. Абсолютно ничего. Я помню, читал статью в газете относительно бывшего президента Рейгана. Ему было 94 года. Его жена написала книгу. Я её не читал, но маленькие отрывки из этой книги по радио говорили. И вот она там пишет, что он окончательно потерял память. Будучи дома, на передвижном кресле, смотрел в окно. И она, Нэнси, жена его подходила к нему. Дети его неоднократно посещали. И говорили, папа, это я сын. Она говорила, я твоя жена Нэнси. И он смотрел на них, как пустое пространство. Как будто их не слышит. Как будто их рядом нет. Сглажена память. Уничтожена память, братья и сёстры. Вот это есть Алсаймерс. У Бога этого нет. Нет, дорогие. И почему я об этом сегодня говорю? Потому что есть важный пункт во всём этом. Знаете, какой? Христос помнит все наши грехи. Он знает наши согрешения. Знает число, количество, день и дату, когда мы её совершили. Степень тяжести нашего преступления. Он всё знает. Хотя это всё прощено. Когда это всё снято с тебя. А почему же он это знает? Почему бы не забыть об этом, братья и сёстры? Давайте вернёмся к этому тексту, который записан в этой же книге. Это будет 18 глава книги Матвея. И пройдёмся отчасти по этой притче, которую Христос также сказал людям. У великого государя, у царя одного, у которого было много рабов, и все эти рабы задолжали ему. Братья и сёстры, этот государь был очень хороший человек. Я читал вчера вечером, внимательно, этот прочитанный сотни раз текст. И вы знаете, что обнаружил? Это был прекрасный государь. Не потому, что он был богат и имел много рабов. Я никогда не знал, что есть такой царь или государь, который всем своим рабам даёт взаймы. Всем дал взаймы. Много давал взаймы. Ну и настало время, когда он решил сосчитаться со всеми, кто ему должен. И вы знаете, что обнаружилось? Привели к нему одного, который должен был больше всех. Просто на удивление много. И я стал подсчитывать, что же он был должен. Слово Божье говорит, 10 тысяч талантов, да? Не ошибаюсь. И я быстренько обратился в словарь и нашёл, что талант – это 34 килограмма веса. И если это золото, то у этого веса есть своя цена. Если это пшеница, то есть своя цена. 10 тысяч, братья и сёстры, умножить на 34 – это сколько будет? 340 тысяч. Определённой денежной единицы. А если это пшеница, то скажем килограмму пшеницы. Большой долг у этого человека был. И ему было сказано возвратить сполна, то есть оплатить всё. Я обнаружил другое обстоятельство. Царь этот, государь этот был человек богатый, но у которого было всё на учёте, ничего не забыто, церковь. Потому что он всё до сполна спросил святого человека, чтобы он возвратил ему. И, безусловно, последовал ответ, что у него ничего нет. Братья и сёстры, в этой притче есть очень много назидателей. И мы немножко об этом поговорим. И сказано, что этот человек упал на ноги, поклонился и стал просить у него, чтобы тот повременил, и он вернёт ему весь тот долг. Мои дорогие, казалось бы, надо было бы, чтобы мы с вами читали следующее. Хорошо, вот тебе год, вот тебе два, для того, чтобы ты вернул всё то, что ты мне должен. Но мы обнаруживаем с вами совершенно другое. Сказано здесь, что весь тот долг был списан с него. В английском языке есть такое слово изречение – write off. Когда банки, АРС списывают с нас долг. И это так настолько убедительно звучит. Списано, забыто, прощено. Ты ничего не должен. Весь этот долг, братья и сёстры, супер большого размера, был прощен, списан с этого человека. И я понимаю его торжество, когда он вышел на улицу и с радостью ходил, и в сердце своём говорил – «Жена моя на свободе, дети мои со мной, я не в темнице, и я ничего не должен». И я ничего не должен. Я знаю, что многие из вас в этом зале, и я в том числе, вместе с вами имеют один-два лоуна. И немаленького, наверное, размера. Представьте себе, что какой-то праздничный день будет объявлена амнистия всем нашим лоунам и долгам. Я знаю, что в следующее воскресенье в этой церкви 90% будут людей молиться и с улыбкой благословлять Бога. Мы не должники, мы ничего не должны. Праздник будет, братья и сёстры. Почему этот человек, выйдя на улицу, радовался тому, что ему прощено, а сам, братья и сёстры, встретив своего должника, помрачился, стал мгновенно строгим, изменил свою натуру, схватил его, за что можно было, и сказал, «Ты мне должен сто динариев. Немедленно, прямо сейчас, возврати их мне». И что удивительно, что этот человек, церковь, сделал абсолютно то же самое, что сделал, и первый должник, сказано, что он пал на колени и стал его умолять и говорить ему, «Потерпи, потерпи, не прощай мне, дай мне время, я помню, я непримерно тебе верну». Но прощение не пришло. Но прощение не пришло, братья и сёстры. Когда человек находится в роли согрешившего, и он ждёт своего прощения, он действует совершенно иначе. Когда же у него кто-то просит прощения, он ведёт себя совершенно по-другому. Вот в чём вся проблема церкви. И в церквах, и в братстве, и в христианстве в целом. Мы не всегда себя ставим в положение прощённого, и нам нравится быть в положении прощающего. Но прощает только Христос. И всё, что мы должны сделать, быть готовыми простить. Почему Христос вообще говорит о том, что мы должны прощать, если Он прощает. Потому что Он хочет видеть в нас готовность прощать. Он хочет слышать в каждых устах осознание своего греха и желание быть прощённым. И прости нам долги наши. То есть мы должны сказать, братья и сёстры, мы должны произнести, и Бог должен услышать, что мы желаем быть прощёнными. Никогда мы не получим прощения, просто рассчитывая на то, что есть жертва голговская, которая снимает с нас всякий грех. Зачем об этом говорить Богу, а тем паче людям? Никогда мы не получим прощения. Церковь. Мы должны открыть свои уста и сказать Богу, я согрешил, отче перед тобою, и недостоин, но ты меня прости. И тогда лишь только мы получим от Господа ответ. Поэтому есть условия для прощения, за которыми Бог наблюдает, и когда мы их исполняем, Бог исполняет то, что Он обещал нам делать. Братья и сёстры, моя сегодня тема для того, чтобы мы с вами поняли, что у Бога есть правило следующего содержания. Я прощаю, но при условии, что и вы прощаете. Я прощаю, говорит Господь, но при условии, что и вы прощаете. И если вы не прощаете, нет и вам прощения. Многие из нас считают, что если грех прощен, то он прощен и забыт, и Бог никогда к нему не возвратится. Нет, братья и сёстры, на этой притче я опознал совершенно другое, когда Государю будет сказано о неправильном действии и поведении первого должника, то вы знаете, что случилось? Он был снова призван к Государю, и что сказал ему Государь теперь уже? Он произнес слово «злой раб». Это был хороший раб. Раз Государь ему давал большие займы, он был хороший раб. А теперь он говорит «ты злой раб, потому что весь тот долг я простил тебе». Почему? Кто может мне подсказать? Почему он ему простил? Потому что ты упросил меня. Если бы тот раб просто молчал, не пришло бы прощения. Но суть не в этом, братья и сёстры. Как в том, что следующим словом было вот что. Отдайте его на истязание в темницу, доколе он не возвратит сполна свой долг. Другими словами, это означает, что вина и прощенный грех этого раба снова восстанавливаются и имеют действие. И они будут в действии, пока он не возвратит их сполна. То есть, прощенное оказывается не забыто и восстановлено снова, потому что ты не простил, ты не поступил соответствующим образом. Я теперь думаю, братья и сёстры, когда мы с вами прощаем другому человеку и говорим, прощаем тебе при определенном условии и порядке, прощаем тебе наполовину или меньше, то скажите, пожалуйста, правильно ли мы поступаем? Что нас ждёт? Какова реакция Господа? Наверное, и он в свою очередь думает, как же ты, брат Иван? Я не хочу говорить, злой Иван. Как же ты, брат Иван, не простил, когда я тебе простил все сто процентов, и если я озираюсь назад, мне страшно подумать, сколько мне было прощено. И теперь я не хочу простить другому, может быть, гораздо меньшим должному человеку, не десять тысяч талантов, а сто динариев, и я сижу и думаю, простить или не простить. Буквально недавно мы, наша церковь, наши братья столкнулись с таким обстоятельством, где пришло письмо на предмет и на тему прощения, и было сказано, что такому-то брату прощается, но прощается один пункт, пункт номер один, а вот пункт номер два остаётся в силе, нет на него прощения. И подписываются люди, и говорят об этом, что они прощают только отчасти или наполовину. Братья и сёстры, так и хочется сказать этим людям, что они теперь в ответе за свой поступок. Тот, кто просил прощения, он прощен Господом, а не братьями, и прощен на сто процентов при условии, что покаяние было искренним только. Но вот тот, кто простил, мои дорогие, отчасти на пятьдесят процентов, один, но не второй пункт, теперь он будет призван к ответу. Ему будет сказано что-то. Ты нарушил правила прощения, ты нарушил принципы прощения, а принципы здесь сказаны от всего сердца. Все сто процентов Господь прощает каждому из нас. Церковь, дорогая, посмотрите на стрелки часов, и вы поймёте, почему я заканчиваю свою речь. Я хочу, чтобы вы запомнили вот этот стих. Так и Отец ваш небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Прощайте. Сколько раз? Много раз. Петру сказано было 490 раз в течение дня, но это не означает, что на небе существует математика на предмет прощения. Скорее всего, смысл сказанного состоит в том, что у прощения нет окончания, оно безостановочное и бесконечно. Пётр, не твоё дело сколько много раз. Твоё дело сказать прощаю, а я там прощающий грехи всякому грешнику рассужу и увижу тайное и поступлю с ним соответствующим образом. Я прощаю, а ты прощай, потому что таково моё правило, я прощаю тебе, потому что ты прощаешь другому. Так, братья и сёстры, будем людьми, прощающими от всего сердца каждому согрешившему против нас. Аминь. Молимся. Боже, да. Обычный строгобойский подсказ. Субтитры создавал DimaTorzok Великий Бог, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты, имеющий власть прощать грехи с Сынам Человеческим, простил нам их до конца, во что я предкателил. и не перестаёшь нам прощать их и сегодня, Господь. И не перестанешь их прощать нам и завтра, Господь. И будешь прощать нам их бесконечно столько, сколько мы будем осознавать их перед Тобой. прости нас, Господи, и сегодня, потому что мы есть человеки, согрешающие и делающие многократно ошибки. Прости нас, Господь. Пусть милость Твоя не отступает, и благословение Твое продолжается, Господь, между всеми нами. Великий Бог, мы все благодарим Тебя сердечно за то, что Ты послал Сына Своего Иисуса Христа и Спасителя нашего для того, чтобы Он уничтожил грехи наши, поднял их, простил их нам Господь. Мы верим и радуемся, что есть сегодня кровь Твоя, которая смывает всякий грех, но смывает его с того, кто осознает себя грешным, кто без стеснения отворяет свои уста и утром и вечером и говорит, Господи, прости меня, потому что я есть человек грешный. И Ты прощаешь Господь таковому при условии, что и Он прощает всякий раз просящему у Него, согрешившему против Него. Какое хорошее правило прощать тому, кто прощает, и не прощать тому, кто не прощает. Ты справедливый Бог, и законы Твои справедливы. И мы сегодня, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас истине и правде и воспитываешь нас быть похожими и тождественными Тебе во всем и в прощении грехов так же. И мы сегодня осознаем свои ошибки пред Тобою, Господи, и говорим, прости нас, если мы до сих пор поступали несоответственно Слову Твоему по этому важному абзацу. Прости нас, Господь, мы отныне желаем прощать согрешившему против нас бесконечно много раз, потому что Ты, Господь, прощаешь нам грехи наши тут же, как только мы прощаем. О, как чуден Ты, Господь! Благодарим Тебя за то, что Ты нам подарил такое прощение и легкое правило для прощения. Лишь только дай нам силы исполнить его и быть подобными Тебе во всем. Благодарим Тебя за это служение, Господи, оно так приятно было. И эти два часа прошли так быстро, потому что Твое благословение и влияние Твоего Духа имело место здесь. Слава Тебе за это, Господи! Пусть всегда на каждом служении будет это прекрасное присутствие небесного представителя Духа Святого и служения наши будут для славы Твоей, для славы великого Бога. Благодарим Тебя за все, что имело место. Слава Тебе и честь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Отец, Сын и Духа Святого Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем дожникам нашим. И не веди нас во искушение, но и спал нас от лукав. Ибо Твое из Царства и сила и слава вовеки. Аминь. Будь ласка, братик, который рассказывал очень гарный вирш, трогательный вирш, Артемея. Хай Бог благословить. Брат Иван Козуб, это Миша Козуба, старший брат, который сегодня говорил о пропаде. Хай Бог благословить вас. Разом с своим сыном приехал за сольом. Василий, думаю, в другом зубране будет проповедовать. Так что это старший брат брата Миши Козуба. И не важно, что вы не скажете, что ему 78, 79, 79, но бодрый, полный энергии. Так что Боже благословения вам. Если есть привет, пожалуйста, вы можете передать привет. Маете привет? Принимаем вас в Пенсильвании. Может еще кто мает привет, пожалуйста, можете передать привет. За привет мы щиро дякуем и от нас передавать тоже просто, когда будете. Значит, объявление вечернее собрание недельной школы не будет, так что все дитки будут на месте тут. Все дитки будут на месте, не будет вечернее собрание недельной школы. Значит, я звертаюся до наших сестрер Юлана Петрусь, Вера Шудра и Мария Козуб. В них помарь тату, я выражаю глубокие співчуття для вас. Хай вас Бог благословит, потішить вас. Ми молилися за Юру Дому, не раз наші церкви, братя відвідули в госпиталі, ну и вони даже написали такую записочку, в якій вони дякують. Дорогие брати и сестры, ми, годину. Так что на 11 година будет в четверг. В середу будет похоронное служение. Ведешь в вечность, Юра дома. Хай Бог благословит вас и потешит. Я розумію, что какие бы роки не были, но это этото, который дорогой и ценный для вас. Значит, такая объява. Будь ласка, объявите, может, кто знает дом 5-кімнатный с плюсом под 8-м программой. И тут есть номер телефона, чтобы вы позвонили. Ведем кому-то нужно дом под 8-м программой 5-кімнат и больше для великой семьи. Будь ласка, дайте знать. Renton Housing Authority требуется на рабочую посаду Maintenance Supervisor. И тут есть веб-сайт, который речная зарплата 70-80 тысяч. Благословляемо, благословляемо, кто имеет здебности, кто может быть, хорошая зарплата. Будь ласка, вы можете вернуться, написать аппликацию, а может и принимать. Так что, кто понимает в этой посаде, Maintenance Supervisor, хорошая зарплата, вы можете вернуться. Будь ласка, кто еще не сдал на похоронный фонд, будь ласка, сдайте на похоронный фонд. Там Микола Мачевский вывесил списки тех, кто является доложниками, кто еще не сдал на похоронный фонд, будь ласка, подвидимся на свои списки, тих, списки и сдайте на похоронный фонд. Ну и остальное для молодых. Молодь, сегодня вы идете посещение. Значит, вторая ячейка идет до родственников Тодика Люби и третья ячейка идет до, я так понимаю, Галяна. Так что, нехай Бог благословит вас. Ходить до хворих, посещайте, робить добру справок, хай вас Бог благословит. Значит, молодежное зебрание понеделок. Молодь, дорогая, идите на молодежное собранье. Независимо от века. Если вам 15 лет, еще молодые, идите, вы свободны, едьте. Батьки, я знаю, что вас завезут, потому что переживают за вас, за ваше майбутнє, за благословение ваше. Ну а старшая молодь, я считаю, что мы уже за старые. Ні. Пока что вы не замужем, не женатые, вы не за старые. Я до последнего ходил на молодежное. И даже тогда, когда я был семейным, все равно я ходил еще на молодежное. И приехал в Америку уже с детьми, а дальше был на молодежном собранье. 10 лет еще ходил. Ну, я понимаю, что семейные не будут так ходить. Но старшая молодь, идите на молодежное собранье. Показывайте примеры, как надо Богу служить для меньших подростающих молодых. Они считают, что нам уже там нема места. Ні, для всех есть место. Будь ласка, молодежь, не пропускайте. Будьте ревностей. Вы знаете, у меня сегодня было таки вдохновение говорить на тему «Будь ревностей и не покайся». Это было слово до Владимирской церкви. Останнее время. Вы знаете, как часто у нас неревностей не хватает. И поэтому, когда бывают членские собранья, люди бывают такие просто халатные. А что мне на членское? Без меня обойдется. Будьте ревностей. Члены церкви, чувствуйте ответственность. Я член церкви, я маю быть на членском собранье. Если я даже не хочу голосовать за кого-то, я напишу «нет». Но я маю быть, я маю подать свой голос. Так что, будь ласка, когда вы будете слышать зло членские собранья, мы скоро будем объявлять, идите на членские собранья. Мы заранее объявляемо, чтобы вы планировали свою отпуск, чтобы чувствовали на себе ответственность. Будьте ревностей во всем. На молодежное собранье и дейте, на будене и зебрание, в неделю вечером тоже. Это показник для меня. Если кто-то из людей любит просто неделю врань, в любую церковь придите неделю врань, в полно людей, но придите на будни и мало людей. Я понимаю, кто працюет в другую смену, но если вы не працюете в другую смену, будьте ласка, будьте ревностей и старайтесь идти в Дим Божий каждый раз, когда есть собранья, особенно молотовные собранья. Так что, благословаю вас, дорогие братья и сестры, чтобы вы были ревностей и служили Господу. Хлаз до хрещения. Значит, в середу продолжается учеба. Готируются молодые люди до хрещения. И все, кто желает заключить завес Бога. Будь ласка, кто еще не пришел, кто не записался до хрещения, будьте ласка, дейте, будьте ревностей, не теряйте часу, дорогие мои брати и сестры, кому уже 20, за 20 даже, посвятите свое життя для Господа, никогда не пожалеете и не просчитаете. Бо тот, кто посвятил свое життя для Господа, мает благословение на этой земле. Треба построить семью. Бог благословляет семьи. Мает, самое главное, быть надежно и вечное життя. Спокойно, лягаю спать и не переживаю. Чому? Бо знаешь, я спасеный. Насколько легче жити, когда ты с Господом в мире, когда ты являешься членом церкви, так что, будьте ласка, я побуждаю тих, кто уже мает возраст, как мы сказали, сестри, не меньше, как 16 лет, братцы, 18 лет и выше. Будь ласка, записывайтесь, идите на занятия и готуйте до водного хрещения. Хай вас Бог благословит. Читаю записочки, которые поступили, и мы будем иметь на нашу остальную молитву. Помолите за Украину. Наши рідні там. И мы хотим, чтобы они не погинули. Дякуємо, діти просять. Значит, рідні, видимо, на Украине и переживаю, чтобы они не погинули, потому что там военные действия. Будем молиться за Украину, за той край. Пятницю мали робити операцію, но еще не зійшла опухоль на нозе. Просим у церкви помолиться, чтобы Бог благословил руки врачи при операції, яка предстоит на цей неделе. Дякуємо, батьки просять. Просимо помолиться за нашого дятося, який знаходиться у лікарні, у дуже важкому стані. Дякуємо за молитву сім'я Хрипта Івана. Значит, брат Іван, Хрипта, Іоля, зі Слави Каспочорч, поїхали, якраз полетіли туди провідати, побути. Тата, їм якраз 20 років стало, значит, було. І так сталося, він впав, розбив голову, і зараз находиться дуже тяжко в стані, в реанімації. Брат Іван відкладає свою назад виліт, тому що невідомо, що далі ще буде. Просимо, щоб ви молилися, буде молитися, буде молитися, щоб Господь явився в милість, щоб Господь дав ще здоров'я, продовжив життя, і щоб вони побачили свого тата, який з ними буде говорити, общаться ще, тому що зараз він не говорить, він не знаходиться в комі. Помоліться, щоб Бог помог і благословив закінчить збор посилок і відправить контейнер для біженців на Україну. А також просьба, молитись за мир і благополучня на Україні, в Ізраїлі і в Америкі. Молитись за успіх місіонерів для покаяння многих народів. Будемо молитися, щоб Господь дав мир для України особливо. Дорога церква, просимо молитися за нашого сина, щоб Бог призвав його на путь спасення, дал йому духа покаяння і освободив в зависимості гріха. Мама просить. Помолитися за нашого тата, Юрія Козуб. Йому було день народження у четвер, діти. Поздравляємо Юру Козуба, хай Бог благословить і дать далі успіх і здоров'я. Помолитися за моїх діток, вони знаходяться в реабіліційному центру, щоб Бог їх освободив. Мама просить. Дорогі брати і сестри, просимо помолитися за сина і невістку, що Господь їх навернув в церкву. Просить батьки і дякують за молитву. Брата і сестри, прошу помолитися за мого сина Володю, Манчика, щоби Бог протягнув свою ісцеляючу руку до нього. Я вірю в силу молитви церкви. Мама просить. За Володю Манчика. Вітя Манчик недавно розказував, тому що в нього така тяжка хвороба. Будем молитися, щоби Господь ісцелив, дав іще йому здоров'я. Ще молодий, я розумію. 50 років навіть нема. Хай Господь дасть йому ще здоров'я. Брата і сестри, ми разом з вами хочемо подякувати за благополучне народження нашої донечки. Нехай Господь благословить її з перших днів і на все життя. Нехай вона виростає для слави Божої і нам на радість. Ліво і Альона Шаблєвських та вся родина. Поздравляємо Ліво і Альону Шаблєвських. Хай Бог благословить і вашу донечку. Хай благословить її здоров'ячко. Дорогі брати і сестри, подякуєте разом з нами нашого Бога за благополучне народження нашої внучки. Нехай вона буде Богом благословена всі дні її життя. Дякуємо за вашу молитву з повагою сім'я Баранчуків. Поздравляю сім'я Баранчуків і Божого благословіння бажаємо. Здоров'я для мами і хай ці дітки, які родилися, виростають в Божу славу. Тут ще поступила така об'ява. Друзі наші із церкви із Сейлема і місії Назаранін привезли деякі продукти, які вони приготували, як вони пишуть, що вони спекли. І вони хочуть предложити для членів церкви нашої, щоб купити дім для одної вдови. Чоловік, яке вбили в Києві на роботі. Осталася вдова троє дітей. Вона вже покаялася пізніше, 5 років, як вона покаялася, яка не має де жити. І вони хочуть допомогти своєю місію, придбати якийсь невеличкий домик, щоб вона мала де жити. Тому що яка живе на квартирі, тут описується. В будь-який час її можуть попросити з цієї квартири. І тут є письмо від пастора церкви, який хадатайсте, і від її самої. Так що, якщо побажаєте там, вони обично стоять біля нашої території, ви можете купити. Коши, я. Значить, в братецькій кімнаті просили молитися за Володю присяжника, який попав в госпіталь теж, в Харберію. Потім Іван Римарук просив свою дочку, буде молитися, щоб Господь її здоровивав. Не браз Саша. Брати і сестри, помоліться. Ми сьогодні так, знаєте, рано получили текст-месід за нашого швагра. Багато його тут, може, і знаю. Драганчук Павел. Він попав в госпіталь, успокен, в критичному состоянию. Я навіть добре не знаю, що строк, чи що, не знаю. Але просили помолитися. Згадуйте ці імена. Згадуйте. Так само Валя Глінникова, часто дзвонить, просить, щоб за нею молилися. В неї високий тиск. Щоб Господь її дав здоров'я. Моліться за всіх хворих. Господь сильний. Він чує молитву церкви народу Божого. Господь сильний і стріляти любу хворобу. Хто має ще нужду, будь ласка, скажіть. Якщо більше немає, давайте встати на наші ноги. Вознесемо таку гарячу молитву. Молитва церкви має велику суйну. Молимося. Боже наш. Ми ще раз цей час перед тобою стоїмо, Господь. Возносу молитву до тебе, Ісус, дорогий, дякую тобі, Господь. Честі і подякуй тобі вічні. Власновенеш Бог. Дякую тобі за це зібрання, яке народження нас за власновлення Твоєго, Господь, Бордаш. Алілуйя, Тверке спой. Хвала тобі, слава, Тверджі Ісус. Честі і подякуй тобі вічні. Власновенеш Бог. Ти достойні слави. Ти достойні слави. Бордаш, ми щиро тобі дякуємо, Боже наш, але я люблю казати, коли кінчається людське, продовжається Твоє, Боже. Наш, дорогий Господь, зайди в госпіталя, там, де знаходяться хворі, наші друзі, Господь. Володя, присягнув, попав в госпіталь, Бордаш, істили його. Яви Твій сили славу. Господь, ти бачиш, Павла, Господь, за якому ми сьогодні вже чули, Драганчука, який попав теж в госпіталь, в тяжкому стані. Яви Твій милість, Господь. Ти бачиш, Івана Хрипту, там, Господь, дорогий, в Закарпатті, Бордаш, Яви Твій сили славу. Ти є сильний наш Господь. Ти бачиш, Господь, дочку Івана Ремарука, яка є хвора, дуже істили, Бордаш. І останність хворих, Валю Ліні, Господи. Ти бачиш, ці записочки, Господь, які я читав. Наш Господь, дорогий, істили хворих, Ісус. Володя Манчик, він ще зовсім молодий. Я знаю, що для сім'ї, Господь, є велика потреба, щоб він ще був, Господь. Тому що те, як кормілець, Господь, Бордаш, я щар, за те прошу, Ісус, яви Твій силою слави і стелити Його, і дай здоров'я. Наш Господь, дорогий, батьки моляться і просять за свій близьких і рідних, які не знають Тебе, або які оставили церкву, оставили Тебе, наш Господь. Торкнись, які сердець, та їм покаяння, Господь, що вони прийшли в себе, як цей блудний син, і покаялися перед Тобою, Господь, і Тебі служили. Господь, Бордаш, спасай Ісу, неспасених, роби Суї славну роботу. Сім'ї, в яких родилися дітки, благостави ці сім'ї, Господь. Благостави ці діток, вони виростають славу для Тебе. І наразі батькам. Мам, давай здоров'я, Господь, Арибок, я Тебе прошу, Ісус, благословий сир, і Ти вдов. Утягай їхній скорбі, Господь, Бордаш. Навіть, Господь, дорогий, благословий родину, Господь, Юрій Доми, Господь, тому що Юра повмер, відійшов вічність, Господь. Але осталася родина, утішайте їх, ободряй їх і укріпляй, Господь. Покорони зібрання, які будуть всереду, благослови і вчетвері, і судорги. Всі ми в Тобі нуждаємося, Господь, Бордаш, і Тебе дякую. Наші гости, які нас відвідали, благослови, Благослови брата Івана, який приїхав зразу зі своїм сином, Господь, щоб побудете в похоронах, Господь, Борда нас благословляє. Всіх нас благослови, всі ми нуждаємося в Тобі, і Тебе бажаємо славитись і величати. Боже наш, згадуємо Тебе за Україну. Ісус, той край, там, де воєнне дійство, де продавається кров, там, де ми колись жили, де остались наші друзі, наші родичі, Господи, земляки. Яви Твій мир, Господь, дай мир України. Пішли мир для Ізраїлі, Господь. І цей край, де ми живемо, також, Господь, благословує. Продавай мир і спокій, і повне благополуччя. Ісус, дорогий, всі нужди ми несем до Тебе на роках молитві. Просим милості Твоєї, благословіння Твого, защити, Господь. І хай ім'я Тебе з Тебе ставиться в нашому житті. Ти один достойний слави. Приміщену подякую за це зібрання, за Твоє слово, за благословіння, за все Тебе слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа не кай буде за всіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже обласовування всім. Дякую. 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 Дякую.